Песня 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 Но в одной семье, для меня здесь мужчина на свободном леске, была обнаружена еще одна короткая его стихотворение, посвящение по другой армии тел, как написано пока 19 октября 1828 года в Санкт-Петербурге. Вверх и сюх не идет, но в супер-брод елезен-брод, то есть дела нехороша, без тебя я. Так, композиторный поэк, звезды, молодые мужики, а пусть успех, подрежись в зазарях, Пушкина пелил стекло, слушая сил наивку, занялся слов и обращаясь к русских женщин, но уж к ритму затоптать не может грязь. Для нас, когда действительно знают Пушкина, поклоняются ему смертью и пылкостью, и истинностью, и так радостно создавать, что благорелое существование, и сегодня наполняют душу. Читают все одно его статьи, оемы, сказки, леки, письма, драмы, критические статьи, и с конца их не учитывать. В этом одно из нас стоит в нашей жизни. Верно? Не могу противиться я доле в судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить, но и все погибли. Мы все, женицы и служители музыки, не я один своей рукой славы. Что пользы, если мозг будет жив, и новой высоты еще достигнет, под именем тел искусства – нет. Оно пойдет опять, как он исчезнет. До света, когда не оставит он, что пользы в нем, как некий херувин, он несколько завез на письм радостных, чтобы возмутить бескрылые желания в нас в шагах, правда, поздно им улететь? Так улетай же, чем скорее, тем лучше. Не могу понять, каким образом, ребят, отширный силен на музыку, вы можете признавать Кушкина, который силой гениального таланта очень часто отрывает из тех, как естественные съезды для творчества, бесконечную область музыки. Мы зависим от сущности того, что он изглавляет его стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности, геншилет, проникающий в свою глубь души. Это что-то? Есть музыка. Но вы также боятся, почему вы считаете, что в шутке музыки вы можете быть сторонним цветнициям, которые наказаны, что любить музыку так же глупо, как любить соленые арусы. Но я за честный правильный, когда мне шутку займёт, он ваша от себя заставлю, и вдруг же мы в одни лоб, и удача любого телесного, летят мы, но что мы, всевышний бой к себе сразлеит всех своих родных. Друзья, родимые, у славы, с героями у Романа я с принеслой и сейший час позволит познакомить вас. Аминь! Добрый мой приятель, родители, родители, родители. Итак, любовь и удовлетворенные на случай этого молвы заранее отказались вы от вашей миры благодаря надежу. Теперь оставь шумный свет и мусс, и ветривую ноту. Что ж, измерёте вы? Свободу. Павел, не дожи Боге народу, во сколько ж над подвалом пройдёт в ноту и шуму, услышишь смех луца и смех толку колонок, но ты остайся твёрд, спокойно и углю. Ильцарь, живи один, дорогу свободной недели, куда влечёт тебя свободный ум, усовершенствуя планы и любимых дум, не требован наград, заботы, благороды. А не в самом тебе. Ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты довольный, застательный художник, довольный? Так пускай на лупа его пройдет и плюет на алтарь, когда твой водой угорит, и в детской резвости коллегой твой треножен. Прекрасно! Вот же вам совет. Не ввите истинный болезненный наш лет каркаш. Всех лет железный без денег и свободы нет. Что слава? Яркая заплата на ветру ищите в саду. Нам нужно слава. Злата! Злата! Какие слава до конца? Придвижу ваше возражение. Вас я знаю, господа, вам ваше дороготворение и вода на пламени труда. Кирилл, либо урожение, когда застыли. И тогда остыло вам и сочинение. По сути, просто вам сказать. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Ура! Ура!